всем здравствуйте всех приветствую на канале герчи кико с вами виктория и сегодня будет обзор рынка форекс как всегда по понедельникам у нас технический анализ рынка давайте сначала пройдемся по новостному фону что у нас было на прошлой неделе что у нас будет на этой неделе на прошлой неделе в пятницу нас были данные по безработице по доллару уровень безработицы да он немножечко упал что в принципе должно хорошо сказываться на валюте но в моменте новость не сработала да были какие-то задергии до внутри дня была волатильность но на этом все это что означает что объективно у нас был общий рост у нас весь ноябрь есть смотреть на доллар индекс весь ноябрь у нас был восходящий тренд у нас был хороший рост то есть скорее всего в цене уже было учтено то есть вот эти все данные положительно это уже прошло поэтому сейчас мы на рынке до наблюдаем по рынку по доллару откат и это нормально мы трейдеры мы должны смотреть первую очередь на график если у нас моменте новость не срабатывает даже такая сильная положительно то есть значит значит это уже было учтено ранее поэтому сейчас смотрим именно по по запасу хода по уровням дать и что чисто технически разбираем разбираем график что на этой неделе на этой неделе у нас по доллару более-менее все как-то поспокойнее будет что очень хорошо по другим валютам у нас будет евро фунт данные ввп хорошие данные до сильные также будем смотреть наблюдать сработают ли они в моменте или нет по канаде по австралии будут решения по процентной ставки тоже сильные данные поение будет данные ввп то есть тоже достаточно такой насыщенный новостной фон вот но не будем смотреть сейчас рассматривать доллар до доллара у нас все что можно да он на прошлой неделе в принципе нам показал и вообще доллар намного чего показывал весь ноябрь поэтому мы сейчас мы можем наблюдать мы сейчас когда перейдем на графике я вам покажу что доллар индекс давай сейчас как раз таки неплохо смотрится именно в продаже то есть по рынку сейчас идет такой вот откат можно сказать потому что был хороший рост и откат это это нормально так ну давайте да переходим тогда графиком доллар индекс так сразу переходим на дневной график что мы видим первых и запас хода уже пройден то есть есть уровень 95 91 до уровень и 96 91 вот он вот он канал да здесь уже был пройден у нас под доллар индексу запас хода 1 доллар 1 и 21 1 2 примерно так вот здесь уже все пройдено родина как шарты так и our вонг и вот все то есть доллар проч thing здесь также пройдено движение да здесь также пройден то есть здесь никакой нет реакции ведь здесь вот было закрытие да закрытие у primo вот уже в оной лоне торговались но опять же продали до были продажи и опять мы вернулись к уровню. То есть произошёл ретест 95-91. На данный момент, если перейти на недельный график, остановка была на уровне 95-91. Уровень проторговки. То есть на истории это уровень проторговки. Это уровень перехай цены. Отсюда был сделан перехай цены. Отсюда был сделан перехай цены. Достаточно сильный уровень. То, что здесь остановили цену, то есть это нормально. Сейчас, если смотреть глобально на недельки, то сохраняется по доллар-индексу восходящий тренд. Глобально. На дневном графике, если перейти, также сохраняется восходящий тренд, но есть запас хода пробить 95.91 и сходить до уровня 94.85. То есть технически это возможно, что скорее всего мы и проделаем. Поэтому я полагаю, что доллар индекс скорее всего придет к уровню 95.91 опять, сделает 3 тест и возможно, если конечно будет закрытие ниже 95.91, мы все-таки сходим вниз. То есть мы уже будем смотреть именно по закрытию, по закрытию близко к уровню, то есть было близко к уровню будет закрытие или там за уровнем, то есть нужно смотреть уже по ситуации, какое будет закрытие. На данный момент, если смотреть сейчас внутри дня, пока по доллар индексу ничего, потому что мы сейчас находимся в такой вот зоне, вот он этот канал, да, вот он. То есть здесь на самом деле пока торговать вообще опасно, то есть здесь где-то открываться, там в покупке, в продаже пока непонятно. Здесь был, кстати, запас хода, да, сегодня, ой, запас хода, был разрыв цены, опять же, гэп был сделан во флете в канале, то есть это ничего не означает, не было никакого разрыва цены там на пробой. Куда-то за уровень, да, то есть сильный уровень это у нас 95.91 и 96.91, то есть только тогда мы можем торговать, когда инструмент подойдет к одному из этих уровней. Поэтому я полагаю, доллар индекс будет падать, да, и придет до 95.91 и там уже дальше можно смотреть. Если будет продолжение, да, то есть ближний ретест уровня и продолжение, то хорошо открываться в продаже. Если нет, да, будет какая-то консолидация на уровне, будут выкупы, да, какие-то резкие, то тогда уже нужно смотреть. Пока доллар индекс на эту неделю, я думаю, все-таки будет падение, да, и это нормально, кстати, это контртрендовое движение сейчас идет. Потому что был хороший рост, вот он, про какой рост я и говорила, да, доллар индекс. Крее всего все данные уже были учтены здесь. То есть весь ноябрь мы росли, весь ноябрь был хороший рост. Поэтому вполне логично, ну, ладно, уберем логику, да, нет логики на рынке. Вполне технично, да, если так сказать, технично откат, то есть откат и нормально, то есть на доллар примерно запас хода, да, вот здесь у нас и будет как раз пройден. Так, да, вот здесь как раз-таки вот от 95.91 от уровня можно продавать. Так, евро-доллар. Так, евро-доллар. По евро-доллару у нас, так, если переходить на дневной график. Вот есть уровень 1.11.90 и уровень 1.13.66. Здесь запас хода. У нас был, во-первых, да, у нас был нисходящий тренд, вот он. Сказать, что у вас, точнее нисходящий тренд, сказать, что он сломлен пока нельзя, да, то есть нисходящий тренд, он еще есть, он в рынке, да, вот в медведе еще, так сказать, в крупная-крупная позиция она также сохраняется, да, продавцов. Но остановили цену на 1.12.71. Уровень сильный, вот он откуда пришел. Уровень откатный. Уровень откатный, опять же, да, здесь был перелон цены, здесь был перехай цены. Здесь вот был проторговка, уровень проторговки. Здесь было злом движения, достаточно сильный уровень. То есть здесь остановили цену, да, выкупили. И сейчас мы, на самом деле, по евро торгуемся в лонговой зоне. То есть в лонговой зоне. Здесь уже был запас хода пройден по евро. То есть вот здесь вот у нас евро ходит 100, 130, 150. Все здесь уже пройдено. Что пройдено в шоу, что пройдено в лонг. Сейчас мы торгуемся в таком, на локальном уровне он также есть. Вот он 1.12.71, тоже неплохой уровень. На прошлой неделе, кстати, я говорила в понедельник, что будет отсюда очень хорошее импульсное движение, да, в лонг. Оно произошло и тут же резко продали. То есть такая волатильность была. Опять же, это было технично, технично было в начале недели. Вот именно вот эти уровни локальные работали в начале недели. Под конец недели уже все, уже было тяжело торговать на три дня. А сейчас мы торгуемся вот уровнем 1.12.71. Я все-таки полагаю, что мы еще раз ходим, да, 1.13.66, пока мы в таком лонговом настроении находимся. Евро торгуется пока в канале. Но пока, пока, я думаю, вот мы все-таки вот торгуемся возле уровня 1.12.71. Здесь было касание, видите, закрытие далеко, закрытие далеко, касание. Я все-таки думаю, что здесь сейчас немножечко вот как бы завлекут бланги, те, кто рано заходит. Здесь вот пробьют, то есть заберут стопы те, кто вот тут зашел в покупки, да, потому что все ждут инструмент вот здесь. Все ждут на уровне 1.13.66 опять возврат к уровню. Поэтому я думаю, все-таки после какого-то ложного пробоя, возможно, да, это очень хорошо открываться именно после ложного пробоя. Все-таки это как уже постфактум, уже более понятно, да, что произошло с ценой, что произошло на уровне. Поэтому я думаю, все-таки евро немножко сходит вниз, да, пособирает стопы и уже будет возврат и хорошая реализация. Поэтому я тоже евро, кстати, хочу купить, да, потому что у меня была покупка на прошлой неделе от этого уровня, хороший был тренд, хороший был трейд. И также хочу купить от этого уровня, но более, так сказать, после более какой-то подтверждающей формации. Ну, в данном случае это ложный пробой, поэтому я пока подожду по евро. Так, ну и по евро, если смотреть прям глобально, да, мы, возможно, да, и придем 1.13.66. Ну, а здесь уже, если как мы придем, как мы закроемся возле этого уровня? Закроемся мы близко к уровню, да, или закроемся там как-то за уровень, то есть нужно смотреть, каким баром мы закроемся, да, объемным баром. То есть на самом деле здесь запас хода, то, что вот здесь сейчас идет накопление, потому что это накопление. А выход из канала, как всегда, да, мы знаем, как обычно, это идет, добавляет, так сказать, силы движению, да, и когда идет выход из накопления, идет хорошая реализация. Поэтому, если выход будет, то мы вполне можем сходить вот и к уровню 1.14.58, если на дневке, это уровень, он ближайший, так, ну, ближайший 1.15.22 даже, вот как-то так. Ну, это, конечно, это, конечно, уже более такая глубокая коррекция будет. Все-таки мы не забываем, да, что у нас нисходящий тренд по евро, поэтому пока будем рассчитывать на движение до 1.13.66, а там уже будем смотреть. По евро пока так. Вот на недельки, на недельки пока тоже, ну, просто лонговая зона. То есть инструмент торгуется в лонговой зоне. И ближайшая вот остановка, здесь также, вот он, уровень 1.13.66, вот откуда взялся, вот он, сильный уровень, достаточно, вот он, изломы, изломы, перелоу цены, перелоу цены. Пока евро лонги, лонги. Так, по фунту. Фунт, кстати, тоже неплохо, но зона не очень хорошая. Вот по фунту, если переходить на дневной график, 1.3193 уровень у нас есть и 1.3398. Вот они, наши сильные уровни, тут еле, еле как, на самом деле, по фунту мы спустились, вот они были, закрытия далекие, вот они были, тени вот эти вот, которые просто туда-сюда. Вот внутри дня была просто такая бешеная волатильность водительства. Кто торговал на прошлом деле, конечно, ну, я представляю, те, кто заходил, да, и стопы словили, и тейки, и стопы, то есть тут просто во все стороны ходили. То есть достаточно такая зараженная была зона, волатильность была неравномерная, то есть нездоровая. Поэтому тяжело было, на самом деле, торговать на прошлой неделе внутри дня именно по фунту. Кстати, об этом я, по-моему, и говорила на прошлой неделе, да, что у нас сохраняется, да, нисходящий тренд, но тяжело было идти все-таки продавцам, да, и как-то пробивать вот этот уровень. Именно уровень 1.3398, они его пробили, остановились, все-таки трендовые линии сходили, видите, вот такие вот резкие выпупы пошли. То есть особо не дали уже посидеть в таком среднесрочной позиции, были такие очень быстрые трейды в шорт. Поэтому я вот пока наблюдаю по фунту такую коррекцию, ну, я думаю, скорее всего, она не такой вот глубокой. Хотя, если тренд уже будут ломать, да, если смотреть сейчас на дневной график, вот. Вот, то есть примерно вот на вот этом уровне, вот он, вот он, вот он уровень, давайте мы его выделим, чтобы было прям понятно, вот он откуда взялся. Уровень 1.3297, вот он, хороший уровень. Так, прокрутку уберем. Вот он откуда взялся, вот он. Излом движения, зеркалка, да, пошла зеркальное движение, уровень проторговки. Здесь был сделан перелоуд цены, перехай точнее. Здесь также он подтверждался, вот здесь, излом движения, да, и откат. То есть, ну, уровень сильный. Поэтому, если мы пробьем уровень, если мы пробьем уровень 1.3297, то вот такой вот нисходящий тренд, который вот так вот строился у нас с ноября, да, он будет сломлен. То есть, это в том случае, в том случае, если он будет сломлен. Если его, если пробьют трендовую линию, пробьют горизонтальный, горизонтальный уровень. Но вообще, почему, вот я говорю, что коррекция по фунту, да, восходящая сейчас идет. Во-первых, было далекое закрытие от уровня. Когда у нас идет далекое закрытие от уровня, не хватает объемов просто уже близко подойти к уровню. Видите, вот здесь было, ну, прям очень далеко. Вот здесь уже еле как сходили, и вот пошел резкий выкуп. Это нормально, во-первых, да. И у нас вот здесь, вот если от уровня смотреть, у нас здесь уже был пройден запас, так, запас хода у нас 200 пунктов по фунту, вот он от уровня, если измерять, то. Да, вот здесь вот, ну, прям, ну, вот идеально просто сходили. Просто здесь вот уже движение в продаже уже пройдено. Если переходить на недельный, что мы наблюдаем на недельном графике? На недельном, вот он уровень, да. Да, 1,3193. Вот он. Здесь, на самом деле, зона, как бы, очень тяжелая. Вот пробивать вот данный уровень очень тяжело. Потому что здесь зона была такая очень волатильная, активная. Да, вот здесь вот были пробития, потом возвраты, да. Вот здесь тоже распиловки были. Вот здесь была пила на этом уровне. То есть достаточно, если смотреть на историю, уровень тяжело был, тяжело было пробивать, да, ранее. Поэтому сейчас, я думаю, если даже и будут пробивать, и будет продолжение нисходящего тренда, да, потому что у нас тренд и так уже очень такая длинная позиция достаточно идет. Поэтому вполне технично, да, сейчас сделать коррекцию, да, и что-то тут у нас, и что-то тут уже показать на уровне 1,3297. С первого раза уровень этот не пробьют. То есть не пробьют. Они либо накопят, либо с помощью восходящей коррекции, да, как-то сделают движение, да, это восходящая коррекция. Здесь еще подконсолидируется и как-то уже будут решать. Либо пробиваем, либо идем на возврат, точнее на продолжение нисходящего тренда. То есть пока по фунту я наблюдаю рост пока внутри дня. То есть до уровня 1,3297 у нас рост. То есть более, более как-то все попонятнее смотрится сейчас, чем по евро. По евро все-таки, я думаю, они сделают какой-то вот такой возврат на ложный пробой за 1,1271. И уже будет продолжение лонгов. Пока я по евро как-то не очень. Во-первых, некуда пока поставить стоп, да, это не выглядит как отбой. То есть если бы не было касания, то это, может быть, выглядело как отбой. А так как уже есть касание, да, уровня. Вот здесь было довольно далекое закрытие. Здесь сейчас заходить очень как бы, ну, неправильно по соотношению. То есть если ставить стоп, ну, стоп мы не поставим сюда. Потому что здесь могут легко выбить. Что, скорее всего, они и сделают. Так, Австралия. Австралиец. Так, ну, Австралиец у нас, так, на недельку если зайти, да. У нас здесь уже отработано было движение. Вот сильный уровень достаточно. Вот куда мы пришли. А 0,6992. Вот откуда уровень пришел. Вот он. Откат по тренду, да. Перехай цены. Перелол цены откат. Здесь была проторговка. Очень сильный уровень. То есть, опять же, да, его пробивать тоже с первого раза не будут. Сейчас в Австралии идет коррекция восходящая. Ну, мы сейчас пока наблюдаем коррекцию. Завтра у нас будут данные во вторник. Решение по процентной ставке в Австралии. Поэтому будем наблюдать, смотреть. Пока в Австралии, по Австралии у нас на 3 дня рост. Но, опять же, рост, он не глубокий. То есть, мы здесь сходили, сейчас отработали. Если внутри дня, вот он, ближний ретест был. Те, кто, кстати, зашел, сегодня успели. Вот это только сейчас произошло. Вот на 20, а даже 20 пунктов нет. Ну, достаточно короткое движение. Хотя на контртренды, это контртрендовая сделка была бы, да. Если бы тут запас хода уже пройден, контртренд, да, отбой от уровня. Ну, 3 дня из ближнего ретест, в принципе, очень даже и технично все это смотрится. Так, ну, по запасу хода у нас в Австралии 150-160 пунктов в ходе. Так, отмеряем от уровня. Да, запас хода уже пройден. Поэтому здесь пока, по Австралии вообще пока тяжело. Рост есть, да. Так было бы, конечно, хорошо, если бы заходили уже от уровня, прям, да, 0.69.92. Но так как уже далековато от уровня торгуемся, ну, примерно, да, вот здесь вот локальная остановочка будет, если она, конечно, будет. Они могут даже до сюда не найти, а могут просто топтаться, вот здесь вот просто вот так вот топтаться, топтаться. И уже завтра будет выход решения по процентной ставке. И все-таки будет, посмотрим, да, сохранят они такое же, да, такие же данные. Либо они будут повышать процентную ставку, уже будем смотреть. Ну, пока внутри дня рост, да. Ну, вот здесь вот можно было заходить. Примерно так. Ну, пока Австралия, пока сложно. Потому что пробивать они не будут с первого раза точно, но и в Ланге тоже глобально пока не смотрится Австралия. Пока глобально ничего. Так, нефть. По нефти у нас очень хорошо все прошло, красиво. Здесь уже запас хода у нас пройден, 5 долларов. По нефти. Так, по нефти у нас 5 долларов. Да, даже больше. Да, все здесь уже пройдено. Все здесь. Сложный пробой, очень глубокий такой сложный, ложный пробой нескольким баром. Раз, два, три, да, три бара. Все, и возврат за уровень. То есть, сейчас вообще технично покупать нефть, но, опять же, нефть покупать от уровня желательно, да. Вот это, вот здесь сейчас все близко торгуемся. Был, кстати, разрыв, да, гэп на пробой. Именно на пробой, на возврат в Ланговый канал. Это уровень 70,49. Так, 70, да, 70,49. Вот откуда уровень он взялся. Вот он. Излом движения, зеркальное движение. Здесь был уровень отката, да, и перехай. То есть, сильный уровень достаточно. Ну, здесь вот то, что остановили нормально. Если смотреть на недельку, то на недельке сохраняется, вот, опять же, сохраняется у нас восходящий тренд по нефти. Да, у нас был очень такой хороший глубокий откат. Но о развороте ни о каком речи не идет. То есть, на картинке пока, на графике этого не показано. Да, у нас был откат, мы остановились, да, закрылись, кстати, ниже уровня. Но сейчас мы видим, да, это будет все-таки продолжение, да, Лангов, то есть, продолжение по тренду и отбой от трендовой линии, от горизонтального уровня вверх. Либо у нас будет, будут уровень, точнее, трендовую линию, то есть, вообще будет разворот рынка и трендовую линию будут пробивать. То есть, нужно досмотреть. Но я думаю, нефть все-таки, они удержат этот уровень 7049, они его удержат. И у нас будет по нефти все-таки ланги и глобально, и локально. Поэтому вот уровень 7049, вот, сейчас нужно к нему, я думаю, присмотреться, выставить вот сюда вот buy limit и смотреть, наблюдать. Потому что все-таки здесь была такая консолидация, она, наверное, сейчас до сих пор еще идет. Поэтому, видите, пока вот идет, например, идет пробой, да, идет закрепление, все, открываемся. Идет пробой, вот, идет пробой, закрепление открываемся. То есть, вот такие картинки должны быть, вот, возле таких уровней, потому что уровень плавающий, по нему ходят, вот так ходят, ходят. Поэтому, если сейчас они вернутся, да, вернутся чуть-чуть, зайдут за уровень, обратно, даже идут в лонговый канал. И только вот, когда на обратном возврате в лонговый канал, это будет хорошая точка захода именно в покупке. Поэтому, вот, нефть в почву сейчас пока неплохо смотрится. Во-первых, вот здесь сильного уровня торгуемся, и технично пока все за ланги. Из-за пасхода в шарту уже пройдено, они дальше уже не пойдут. Здесь все, здесь нету силы дальше куда-то идти вниз пробивать. И есть сложный пробой. Поэтому ждать подтверждение здесь сложного пробоя и открываться в покупке. Так, биткоин. Биткоин тоже молодец. Вот здесь уже на гэпе все, уже все движение пройдено. Вот биткоин все, он прошел свое движение. И, скорее всего, здесь еще что-то не пройдут. Пока биток внутри дня, кстати, еще продажи идут. То есть, нету пока никаких лонгов. Даже мы, даже несмотря на то, что мы уже пришли к горизонтальному сильному уровню, пришли к трендовой линии. Но пока биток, он, так сказать, дорабатывает свое шартовое движение. Давайте посмотрим по запасу хода. Так, биткоин 10 долларов. Так, на дневке 10 долларов у нас от уровня, так, а, надеюсь, уже больше, так, это 50%. А если от уровня накопления, то, да, ну, даже чуть-чуть, видите, можно, чуть-чуть, вот они еще пройдут. Вот тут еще чуть-чуть, так сказать, поторгуются. Но это не будет означать, что тут уже происходит пробой уровня 47, 677. Нет, это не пробой, потому что пробой будет очень тяжеловато сделать после вот такого длинного движения. Да, здесь уже нету просто запаса хода. Здесь просто, ну, не пробьют с первого раза. Уровень сильный, вот он откуда взялся. Здесь был излом движения, уровень образованный гэпом. Вот здесь был разрыв цены, да, вот здесь откат. Точнее, подтверждение пробоя, подтверждение. Здесь излом, здесь откат. То есть, ну, то есть, хорошие, так сказать, были трейды, да, были подтверждения. Так что с первого раза здесь либо, если даже будут пробивать, они немножечко потопчутся и поднакопят. Да, у нас есть уже нисходящий тренд, да, давайте нарисуем побитку. Кстати, я говорила еще в прошлый понедельник, да, если у нас будет пробитие трендовой линии восходящей, потому что у нас был вообще восходящий тренд по биткоину, вот он. Вот здесь как раз был ключевой момент, вот он, уровень 53,291. Вот закрытие и на разрыве все, на разрыве все. То есть, продали, зашли в нисходящий тренд и сейчас все, можно сказать, глобально и объективно тренда восходящего по биткоину нет. Да, вот он, дальний ретест, все, оно не сработало, они не пробили. Если бы здесь сохранили бы, да, сохранили бы уровень, то можно было говорить, что все-таки сохраняется восходящий тренд. Но нет, то есть все, здесь уже более все понятно становится. Поэтому по битку пока, в моменте пока ничего, да, они дорабатывают шорты, но здесь пока опасно уже торговать и открываться, уже поздно. То есть, открытие уже должно было быть либо от трендовой линии, либо от горизонтального уровня 53,291. Поэтому пока наблюдаем биток, пока в лонге нет, глобально в шорты тоже нет, потому что уже пройден запас хода. Пока смотрим, наблюдаем. Так, идем дальше. Идем дальше. Так, дальше у нас натуральный газ. Натуральный газ. Так же все красиво отработали. Молодцы, то есть, как и нефть. Так же, вот они. Когда, две недели назад был анализ рынка в прошлый понедельник, позапрошлый, я говорила, вот они, две вершины. Вот здесь было накопление, да, вот такое забитие цены, то есть поджатие. Вот такое вот, ну не поджатие, это вообще как бы, если графически смотреть, это вообще треугольник, да. Но, опять же, все эти картинки графические, они работают только возле очень сильных уровней, да, и хорошо по тренду, потому что это фигура продолжения тренда. Да, вот здесь была вот такая надутость, да, очень такая, покупки были, так сказать, не особо техничные, да, они были вот такие вот как бы против всего движения. Но, опять же, хорошо сходили, разрыв помог, да, цены произошло, и опять вернулись к уровню 4, 93, 56. Сильный очень уровень. Да, его пробили, закрылись ниже уровня, и вот хрометика хорошо прошли. Какая произошла отличная реализация, просто отлично. Вот отработали вот эти две вершины, вот здесь все уже отработали, и сейчас уже смотреть, конечно, внутри дня, и даже не внутри дня, и глобально пока ничего по газу. То есть пробитие данного уровня пока здесь мы ничего не видим. То есть пока мы просто торгуемся, да, возможно, мы здесь еще поторгуемся под уровнем 3, 83, 93, дабы показать, что будет продолжение шартов, но все-таки, я думаю, они вернутся в лонговый канал и будут уже что-то здесь рисовать. Смотреть, если на недельку, ну, здесь так же, то есть, да, произошел гэп, поэтому, когда после гэпа сразу, вообще тяжело торговать. То есть мы должны увидеть какую-то дальнейшую картину, то есть какое-то дальнейшее движение, либо закрепление над уровнем, либо какое-то накопление, да. Потому что сейчас торговать по газу, ну, пока ничего нет, смысла никакого нет, уже все пройдено, и здесь как-то открываться, ну, пока ничего. Поэтому по газу мы смотрим и ждем, так же, как и по нефти. Так, дальше идем, дальше, 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 так, доллар, франк, франк у нас, так, франк у нас, так, сейчас находится в такой зоне, на самом деле, вот он уровень, вот он, вот он, если прям точнее, вот он, уровень отката. Да, здесь была распиловка, тяжело очень было торговать, здесь был уровень проторговки, раз, два ударились, три, да, вот здесь также распиловка уровень, был такой плавающий уровень. Здесь уровень отката перехай, здесь уровень отката перелоу, здесь пробой и перехай, да, то есть, ну, вот здесь вот достаточно уровень, вот он, 0,91, 975, кстати, круглый уровень, сильный. здесь мы опять же наблюдаем распиловку но чем хороша такая ситуация то есть мы сейчас должны ждать либо цена все-таки закрепляется лонгом канале и идет дальше на продолжение, но вообще у нас франк сейчас торгуется, если смотреть то он находится в нисходящем уже тренде, вот он уже попал он уже попал и он уже торгуется в нисходящем тренде, поэтому технично все-таки франк смотрится в продаже поэтому мы сейчас посмотрим вот эту консолидацию на уровне если они закроются ниже уровня если сегодня будет закрытие, завтра ниже уровня 0.91975 то мы можем смело доллар франк продавать, опять же по Европе у нас будут хорошие данные которые повлияют на валюту, поэтому надо смотреть так, если перейти на внутридневной таймфрейм, то здесь также подход к трендовой линии поэтому целесообразнее вообще продавать только после закрепления, то есть уровень 0.91975 0.91975 подход к этому уровню и закрытию ниже даст нам сигнал в продаже вот поэтому здесь пока консолидация тяжеловата, поэтому ждем закрепления так, а по запасу хода у нас франк ходит так, сейчас посмотрим франк у нас ходит так, 140 так, 140 так, 140 ну здесь у нас 50% было да, пройдено вот ну здесь, да здесь запас хода ровно на 50% то есть когда у нас этар уже пройдено там 60-70% мы не можем уже войти в такую сделку да, потому что соотношение уже уже не получается 3 к 1 если 50% то вполне можно выходить а здесь как раз 70-80 пунктов у нас запас хода до ближайшего уровня это уровень 0.91950 0.50 у нас запас хода есть поэтому ждем закрепления возврат за уровень 0.91975 и можно франк продавать так, далее так, дальше идем так дальше ну и вообще да вот по франку смотрите у нас глобально канал но в канале у нас есть тренд вот он то есть сейчас если смотреть у нас идет торговля именно по тренду это очень хорошо и добавляет силу силу нашему так сказать шартовому сигналу так доллар-иена доллар-иена пока вот я бы сказала посидеть на заборе такое выражение да посидеть на заборе потому что здесь пока ничего не происходит здесь просто остановка и просто они торгуются вот возле уровня 112.71 во-первых да во-вторых вот здесь уже было пройдено два тара по иене то есть иена достаточно очень техничная такая пара и она ходит на самом деле от уровня к уровню да и ходит она не так много но когда уже пройдено вот такое движение здесь пока они никуда не пойдут здесь будет такая вот остановочка да вот то что нам показывают здесь пока никакой реакции нет да было у нас падение восходящий канал точнее не канал восходящий тренд у нас сохраняется если перейти на недельный график восходящий тренд сохраняется да то есть он есть но смотреть сейчас да именно в продаже какие-то глобальные тоже неправильно потому что все-таки у нас идет вот еще есть да уровень у нас уровень излома 114.46 здесь был излом движения здесь был ложный пробой да сейчас нужно смотреть все-таки отработают они это движение да потому что было накопление вот оно на прошлой неделе я говорила что вот оно накопление вот оно если все-таки будет возврат к уровню 114.46 то мы дальше можем покупать инструмент но этого не произошло они пришли немножко пробили это накопление этот канал вот если быть точнее вот он вот он этот канал да они его пробили сюда сходили но опять же тут такой нету прям сейчас активности именно вот нету волатильности нету объемов пока просто торгуемся возле уровня вот он 112.71 уровень уровень излома уровень установки движения если смотреть более глобально то если они будут конечно пробивать уровень вот он откуда взялся вот он на истории излом здесь также ложный пробой излом движения здесь откат да был излом откат 111.23 если они сюда придут но если они сюда конечно придут тут очень будет тяжело удержать то есть покупателям очень будет тяжело отсюда вообще дальше продолжать именно покупки вверх просто технично да по запасу хода очень тяжело отсюда работать то есть легче сейчас покупателям вообще если они все-таки хотят сохранить вот эту всю позицию удержать все-таки пару на уровне 112.71 это уровень неплохой да здесь пока мы можем еще держаться именно как с точки зрения покупателя но если пойдем ниже здесь уже будет намного все тяжелее а глобально если смотреть то да глобально да глобально восходящий тренд канал здесь видите очень такой глобальный канал поэтому здесь вот ну такая очень-то как конфликтная на самом деле сейчас ситуация вот уровень 112.71 и 114.46 вот достаточно такой конфликтный канал можно сказать поэтому нужно ждать по ене вот пока ничего можно посидеть на заборе поэтому потому что здесь сейчас торговать здесь покупать там или продавать но очень опасно купить здесь можно да они могут сходить сюда если отсюда например продать да они могут опять сюда уйти поэтому здесь прям вот такая сейчас не очень хорошая зона вообще по технике например да если смотреть в ену в лонг все-таки на продолжение то мы должны либо ждать да захода за уровень и обратно возврат лонгового канала уже открываться в покупке либо уже ждать когда цена придет к уровню 114.46 то есть вот настолько то есть тогда мы уже будем более более будем уверены что все-таки лонги то есть покупатели укрепили свою позицию да и все и лонги у нас продолжаются но пока этого не произойдет мы не можем говорить о покупках и о продажах мы тоже не можем говорить поэтому по ене пока ничего не внутри дня и не глобально все пока смотрим как цена будет себя вести хотя по доллару каких-то таких важных данных на этой неделе не будет так эфир эфир у нас так эфир у нас в продажах да в продажах я думаю также будет продолжать падать потому что здесь запас ходу 6,5 долларов по эфиру у нас так 6,5 если прям отсюда брать до самого движения самого начала да здесь уже пройден запас хода но они могут чуть-чуть зайти все-таки за уровень 39,50 вот он уровень куда взялся уровень излома да так здесь уровень отката был перехатен здесь излом также зеркальный уровень поэтому я думаю они если даже исходят там закроются ниже уровень чуть-чуть сходят до трендовой линии и тут уже будет что-то решать но пока ничего то есть глобально покупать сейчас эфир уже все уже поздно здесь уже все движение пройдено то есть покупать тоже покупать очень рано здесь нету то есть в контртренд заходить вообще нету смысла контртренд будет только когда уже трендовой линии будет какая-то формация Либо они пробьют уровень, опять вернутся за уровень в лонговый канал, только тогда уже можно смотреть на покупки глобально, именно глобально. Поэтому сейчас мы смотрим пока шорты по эфиру, и они доработают все-таки. Да, видите, еще разрыв цены был, достаточно мощное движение, поэтому по эфиру пока вот здесь вот ничего. Покупать очень опасно здесь, потому что могут еще раз вернуться, еще раз походить. Поэтому такой уровень сейчас выступает 39.50. Я думаю, уровень будет выступать как уровень плавающего, то есть будет такая консолидация. Поэтому по эфиру внутри дня пока ничего. То есть покупки нет, шорты, да, возможно, они еще добьют и чуть-чуть сходят. Так, по эфиру разобрались, да? Давайте на недельку посмотрим, что у нас по эфиру. Также на недельку. На недельку у нас, кстати, восходящий тренд сохраняется. Но это не отменяет такого еще более глубокого отката, не отменяет того, что все-таки эфир еще чуть-чуть зайдет за уровень. То есть этого не отменяет техника, она показывает, что это может произойти. То есть здесь ничего не останавливает. Так, доллар-рубль. Доллар-рубль у нас пока тяжело. В такой зоне находимся. Здесь уже был пройден. Так, доллар-рубль у нас ходит. Так, рубль у нас ходит. Сейчас посмотрим. Так, 12, да, у нас рублей идет выпас. А здесь уже было пройдено как раз-таки. Да, здесь даже больше. Ну, здесь уже все. Здесь продавать смысла уже нет. Покупать так же пока ничего. Вот здесь был, кстати, вот он уровень 75.07.03. Вот он откуда пришел. Ложный пробой. Здесь был уровень отката, да, и перехлоу цены. Вот здесь был ложный пробой. Кстати, был гэп на ложный пробой. Кстати, очень сильно именно когда идут разрывы цены. Либо на пробой, либо на ложный пробой. Вот здесь был как раз на ложный пробой. То есть, посмотрите, как хорошо мы отработали этот ложный пробой. Хорошо, хорошая произошла реализация. Да, у нас сохраняется восходящий тренд. Этого нет, меняет. То есть, он не сломлен. Здесь мы также наблюдаем. А здесь мы наблюдаем очень интересную, кстати, картину. Вот уровень 75.07.03. Это канал, да, откуда пришла цена. Здесь пошли покупки у нас 69.98.44. Вот он канал, да. Произошла реализация лонгов. И мы уже торговались выше, то есть, если взять канал, да, выше середины канала. И последняя свеча у нас было закрытие больше половины АТА. То есть, когда идет близкое закрытие к уровню и больше половины АТА, это означает, что, скорее всего, у нас будет разворот. То есть, разворот от уровня сопротивления. Поэтому даже очень вероятно, что доллар-рубль будет пробивать тренд восходящий. И все-таки мы будем падать. Но это происходит не сейчас. На данный момент мы копим. Видите, стоим мы на месте. Ничего не происходит. Вот канал. Мы пока стоим на месте. Тут был разрыв цены, но он был разрыв цены очень такой внутридневной и во флете. Поэтому сейчас доллар-рубль копит. Он может сюда сходить, может сюда сходить. Уже более точная будет предпосылка. И более точный сигнал к продажам, именно к развороту и пробою трендовой линии. Это заход за уровень 73.21.52. Но только после накопления. Потому что здесь уже все пройдено. После накопления, если они накопят и упадут, то есть закроются ниже уровня, то отсюда можно продавать. Именно от уровня 73.21.52. Поэтому по доллар-рубль смотрим. Поэтому локально даже не могу сказать, что локально какие-то покупки у нас. Ну, если до уровня 74.15.30, то тоже очень рискованно. Потому что здесь очень такая зона, ну, здесь непонятно вообще. То есть здесь могут и сюда сходить, и сюда. Поэтому все-таки давайте будем смотреть, да, и более сильные уровни рассматривать. То есть сильные уровни это 73.21.52. Более, более такой сильный именно для продавцов. Да, для продавцов. Но это если при пробое. Но если они все-таки сохранят, да, потому что был очень глубокий откат, если так смотреть. Во-первых, от уровня сопротивления. Работа идет в канале. Был очень глубокий вот такой откат. Сложного пробоя все началось, да. И вот отсюда сейчас покупателям все-таки вот двигать свою цену дальше вверх по тренду. Очень тяжело. Вот правда, здесь очень сейчас вот такая тяжелая именно позиция для покупателя. Поэтому нужно смотреть. Если даже не выкупят, что навряд ли, конечно, то хорошо. Да, тогда уже будут покупки у нас и продолжения от уровня 74.15.30. Но я думаю, скорее всего, они поднакопят и будут пробивать уровень трендовую линию и идти ниже. Так, давайте два последних. У нас канадец и новозеландец. И на этом, я думаю, все. Можно завершать наш анализ. Так, доллар-канадец. Ну, по доллару канадца тоже. У нас в среду, если не ошибаюсь, у нас в среду будут решения по процентной ставке. Тоже достаточно сильные данные. Канадец хорошо реагирует на данные по процентной ставке. Поэтому смотрим. Канадец, я думаю, все-таки они доработают. Они вот так немножко потихонечку с такими задергами. Вот как-то вот потихонечку-потихонечку идут к уровню 1.28.92. Я думаю, все-таки они дойдут до него. Если отмерять, если смотреть АТР по канадцу, то 170 пунктов, вот 100. Нет, они еще даже могут, вот пройдено уже, ну здесь пройдено, конечно, 80% АТР. То есть, дойти они могут там 30-40 пунктов еще по канадцу пройти в покупке. Да, вот он уровень, уровень откуда пришел, вот он уровень излома 1.28.92. Глобально, конечно, открываться с таким соотношением, когда остается там 30-40 пунктов до уровня, конечно, неправильно. Те, кто торгует внутри дня, на самом деле, вот здесь есть уровень локальный, вот такой вот. Уровень 1.28.36. То есть, если уровень, если точнее цена, вернется опять к этому уровню, да, сегодня-завтра, то мы можем, в принципе, смело открываться в покупке и идти на продолжение лонгов. То есть, это уже будет выглядеть как ближний ретест, да, и, в принципе, можно ставить стоп за уровень и очень даже взять неплохо, там, движение 3 к 1, там, уровень 10, точнее, стоп выставлять 10 пунктов и брать движение 3 к 1. Поэтому, я думаю, Канаде все-таки дойдет до уровня 1.28.34 и продолжит свое движение глобально до уровня 1.28.92. Ну, а здесь уже покажут нам, что будет происходить на уровне именно, вот, я думаю, данные по процентной ставке. А также покажут нам, что будет дальше с инструментом. То есть, Канадец, скорее всего, а здесь уже будет просто пройден запас хода, и, скорее всего, Канадец будет падать, вот, именно от уровня 28.92. Но это произойдет, скорее всего, уже под конец недели. Поэтому, пока внутри дня, я полагаю, Канадца покупать локально, можно покупать, 3 к 1 брать, 1.28.34, 1.28.36, да. Возврат к этому уровню и в байстоп, в принципе, можно Канадец докупать, так сказать, потому что он там еще идет и запас хода чуть-чуть еще остается. Так, новозеландец. Новозеландец, я думаю, продолжит свое движение, даже несмотря на такое вот, вот, на такое вот объемное, длинное движение, все-таки новозеландец, и ему просто, в отличие от Австралии, да, от австралийца, в Австралии тяжело идти, в Австралии у нас там уровень, да, и там очень сильный такой уровень, если смотреть на недельку, и там пробивать, ну, очень тяжело с первого раза. Но, нежели чем, вот, например, Новозеландия, да, если смотреть, то здесь уровень уже, они уже практически его пробили, потому что, видите, закрытие ниже уровня. И здесь вот как раз-таки есть запас хода еще сходить вот до уровня 0.65.97. Здесь отрабатываются, во-первых, две вершины. По Австралии также есть вот эта картинка, две вершины, но они уже, а уже пройдено движение, уже отработались. По новозеландцу все-таки, видите, оно еще не все пройдено, поэтому вполне, вот вполне, мы сюда как раз и пройдем. И как раз у нас будет отработано все вот это движение. То есть вся волатильность, которая была вот в этих фигурах, она вот здесь будет реализована. Поэтому я думаю, Новозеландия, так, Киви у нас будет падать. Так, если на недельку посмотрите, по запасу хода, если быть точнее, 130-140 пунктов у нас ходит Новая Зеландия. Так, 130-140, здесь 50 пунктов пройдено, есть этот уровень. Вот он откуда взялся, это внутренний уровень. Давайте его выделим, более внимательно посмотрим. Так, уровень. Вот он откуда пришел, да, вот здесь вот. Ну, даже может чуть ниже, потому что здесь была остановка. Вот он. Так, не подождите. Так, уровни у нас что-то сбились. Да, если точнее быть, вот откуда пришел. Этот уровень мы уберем. Вот остановка. Вот здесь вот вроде как был заход в лонговую зону, да, вот он, откуда пришел уровень, уровень излома. Был заход в лонговую зону, но это не увенчалось успехом. Все-таки мы закрылись ниже уровня и закрылись в ротовой зоне. Все, здесь сейчас в Новой Зеландии, в принципе, ну, очень тяжело остановить. И все, они уже настроились, то есть это видно по объему, видно по пробитию уровня, что мы все-таки по Киеве также продолжим падать. Все, то есть здесь идет запас хода. Если замерять, то 130-140, вроде на 50%. Вот примерно вот, если так технично по Атар смотреть, то ближайшая остановка будет 0,66-65 по Новой Зеландии уровень, да. Но если они, конечно, дойдут и будет хорошая волатильность, то они могут, в принципе, еще добрать, да, там 30-40 пунктов и прийти к уровню 0,65-97. Вот по Новой Зеландии пока так. Нету никакой коррекции, то есть именно восходящей. У нас есть тренд, и по тренду сейчас идет торговля, очень хорошая. То есть вот более такой уверенный тренд. Вот сейчас нарисуем линию, чтобы было понятно, что тренд очень хороший по Новой Зеландии. Поэтому сейчас тут коррекция нет, коррекции не будет. Здесь 50% от Аара пройдено. Поэтому если здесь было пройдено полностью все движение вот отсюда, да, то мы могли бы рассматривать на коррекцию какую-то, да, на восходящую. Но так как здесь пройдено 50% от АТА, коррекции быть не может. Поэтому здесь сейчас закрепление идет ниже вот этого уровня. Вот он, если локально смотреть. Вот ниже этого уровня можно продавать 0,67-39, если внутренне смотреть, быть точнее. Так, а на Дневке? Ну, на Дневке то же самое, да. Поэтому Новой Зеландии, так, Новой Зеландии, да, на продажу, на продолжение шартов. Так, ну все, я думаю, стоит завершать нам наш анализ. Просмотрели мы с вами такие основные валютные пары, да, инструменты. Так, спасибо, кто посмотрел это видео. Надеюсь, это видео было вам полезно, да, те, кто торгует Форекс. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И до встречи в новых видео. До встречи до понедельника. Всего-всем, всего хорошего, всем успешной торговли, всем пока.